ну вот как вот это вот можно все объяснить как как смотрите он огонь открытый уже огонь вот дорога пожалуйста моя машина стоит далеко ходить не надо видите что творится это вообще это прям возле трассы прямо возле нее 100 километров от якутска ведь и проехать не дают ай хохма 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 всем доброго утром так я сейчас выезжаю из якутска вот это мой груз пришло вот такое вот сообщение которым говорится что срочно надо взять один ящик или два пожалуйста я позвонил и сказал я беру все потому что это все на тушение пожаров сегодня ночью прошел дождь я потом потому что я дождь с собой везу на родину вот ну и вот такой вот благотворительный груз пожарный и поехали я мне последний рывок до нюрбы с якутска до нюрбы 840 километров друзья здравствуйте рад вас приветствовать на своем канале давайте начинать это выезд из якутска сердечки греса вот это вот трубы газовой теплостанции электростанции теплостанции я сильно не разбираюсь и это вилюйский тракт так называемый ну а за вилюйском там верхневилюйская переправа город нюрба в который я и еду и так пост в этой сопке царства вечной мерзлоты я уже вам показывал там у нас по моему чичур муран такой комплекс прикольный и все в эти две сопки я въезжаю то есть я уезжаю через них ура товарищи уху горный район здесь 40 процентов асфальта тоже у нас до нюрбы так что мы в теме в тренде вот у наших животных почему-то менталитет такой я даже в жигулевске коров видел они отдельно пасутся их никто не видит никто не знает а вот наши лошади коровы вот им обязательно выйти на дорогу надо и покакать обязательно вот просто это просто ну без этого ну никак вот почему-то вот наши животные такие видите по бокам выжженная трава выжженные кочки здесь в лесу вот здесь в лесу тоже видны агарки вон видите а вот просто тупо горит это по трассе но она не горит она уже дымит по моему только блин как так вот да пожар вот я отъехал от якутска буквально сто километров и видите невооруженным глазом видно что лес горит здесь возле трассы прям тут как это так вообще что-то я вообще ни хига не понимаю что это такое то вообще как назвать блин понятно что я видел несколько палаток я видел несколько короче палаток я видел несколько короче палаток блин опять все сняли спасателей вон блин горит вот этот пожар вот этот пожар крадется везде даже вдоль трассы возле якутска вот тебе асфальт можно подойти и блин я офигею я видел несколько палаток спасателей да я и огнетушители спасателям везу и вот эти вот коробки с ихними принадлежностями с ранцевыми огнетушителями там со всякой дребеденью и бесплатно везу бляха ну безобразие такое блин прям возле трассы вот смотрите вот трассы а вот горит я не знаю что за нонсов ну конечно все будет в дыму естественно вот сейчас все в дыму нет слов вообще слов нет а ну вон видите пожарка стоит а и вот ребята ходят вот видите а там все конечно там тоже все горит вот видите все горит ну борьба происходит борьба вот тут вот смотрите он по моему вот этот вот тук-тук уже да это тук-тук вот там аж скрипит аж скрипит щелкает щелкает видите все по богам это не завои все выжжено жестко ух ты тут вообще ни иголки ничего нету да дымище воняет все короче говоря блин голова уже разболелась вот так вот вдоль всей трассы а туда вообще швах наверное там видите все сизое жестко блин чем ближе к нюрбетям настроение хуже и хуже вот видите все по обоим сторонам дороги низовой пожар все сожрал видите дым вон пожарные машины стоят ребята работают что-то делают вон видите по этим везде не завои прошелся везде везде я вот уже я уже долго еду вот видите агарки замедления всякие там горит тут горит вообще глобально в бердегистях сто сто восемьдесят километров по якутскому видите как все жеребята так ладно в бердегистях я проехал сейчас начнется плохая дорога но ничего ух ты а там делают ничего себе это как-то необычно но но это нормально ха 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 супер 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 очень супер ой ну ничего себе радость оказалась недолгой но раз делают значит делают значит будет еще больше асфальта лето то еще не закончилось ну круто спасибо ребятам дорожникам вы представляете столько кусков асфальта наделали вон ребята стоят ой 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 прямо я приятно удивлен ой 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 ух ребята вот вам срочно захотелось дорогу перейти да блин 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 так это что у нас тут так аккуратно аккуратно ой 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 а что ты сигналишь то а это корове сигналишь пошла замечательная гребенка и вилюйский улуз вилюйский улуз по названию тракта это вилюйский тракт вилюйский тракт вилюйский тракт вилюйский тракт стоит вахтовый поселочек скорее всего дорожники и вот мы проезжаем козелцыр по выпилу по буровой вышке вы уже наверное понимаете что здесь добывают да здесь добывают газ и он отапливает обогревает и обеспечивает электричеством якутск и практически всю республику еще и танкира там находят этого я уже точно не знаю но расходятся тоже далеко так что вот я прошел уже пятьсот шестьдесят километров и до моего города остается совсем немножко еще одна паромная переправа кстати вилюйск старинный город вилюйск сосед Верхневилюйска а Верхневилюйск наш сосед да и дороги у них не очень но ничего 1634 вилюйск создание города город Вилюйск есть такие карты карты такие старинные на котором есть только Вилюйск и больше ничего нету вон видите нюрба 170 круто вот так вот такой город вилюйск сосед Верхневилюйска Верхневилюйск наш сосед село Тамалакан Тамалакан лошадки лошадки одни лошадки деревушка Арасу символ белая лошадь а она она совсем маленькая но это уже близко вот он Верхневилюйск сосед эх сейчас бы нормально на переправу и можно и уже дома практически Вилюй огромная переправа Верхневилюйск сейчас посмотрим что нас ждет здесь так выгружается один паром но тут грех не переехать грех не переехать столько паромов я думаю все будет нормально итак меня тут проконсультировал парень короче говоря мне надо ровно заходить все они растолкаются я захожу по серединке мне нельзя тормозить и даже если мой бампер зацепит землю мне тоже нельзя тормозить потому что я смогу вытолкнуть там задние я могу вытолкнуть этот паром и кабина моя утонёт короче говоря вот такая вот история так что надо быть предельно 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 внимательным смертельный номер я вам показывать этот не буду либо сниму что заехал либо сниму что что заехал что уже плыву. Потому что надо будет действительно предельно внимательным быть. Вот так. Я бы, конечно, сейчас вот они их расталкивают для того, чтобы я посерединке встал. Я бы, конечно, на этом поехал. Но не его очередь. Сейчас. Очередь этих ребят. Я на пароме. С греб там все бампером. Сейчас буду смотреть, что там у меня случилось. Да. Уравнивал. Да, поравнял. Ага. Все. Да, в качестве грейдера поработал. Ну и что сделаешь? Жизнь такая. Такова жизнь. Валерий Криво. Продолжение следует. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Добрался? Почти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чуть-чуть, ага, совсем. Здравствуйте. Здорово. С приездом. Сейчас все выезжают, потом я последний. Также выезжать тоже надо. Немножко по-другому. Сейчас они подъедут специально для меня. О, блин, что творится. Вот. И потом я должен выехать буду. Ладно, на берегу поговорим. Паромщики парня нормальные. Не обидели. Все отлично. Все, еду домой. Последний шаг. 120 километров. Последний шаг. Ух. Вот такой отрезок пути ожидает нас. Меня. Нас. Здесь пыли, конечно, но что поделаешь. Зато более-менее как бы ровный. Здесь всегда так было. Пыльно, грязненько, но ровно. Ну что, друзья. Вот я и практически дома. Этот выпил. Это Нюрбинский Улус. Нюрбинский район. Вот так. Еще один рывок. Еще чуть-чуть. Уже дома отсюда. Около 80 километров. А вот и мост через реку Марха. Два года назад здесь можно было неплохо так переночевать. Не успеть на паром. А сейчас несколько секунд я на той стороне. Кусочек неприятной дороги. Возле села Марха. Ну, по-моему, тут сделают. Ух ты, блин. В этом году тут все сделают, наверное. Я надеюсь. Итак, друзья. Это тайга возле города Нюрба. И это дерево, вырезанное на нем лицо, символизирует лик чьей-то матери или девушки. Девушки-солдата, ушедшего на фронт. Здесь сидели и отдыхали бойцы. Вот у нас там небольшая такая стела с их именами. Они дошли до Рейхстага. Написали мы из Якутии. Есть у нас такой товарищ, он написал на Рейхстаге. И именно здесь я хотел бы показать вам, сколько надо топать до Москвы. Вот, смотрите, километраж. Это я прошел за сегодня, даже не вставал. Это общий. Вот. 10294 километра. Вот так. Вот такие дела. Приезжайте к нам в гости. Совсем недалеко. Всего 10 тысяч километров. Вот так. Ну что ж. А теперь совсем чуть-чуть и я встречусь со своими. Совсем немножко осталось. Просто. Просто чуть-чуть. город в рубах. О, ваше. Так, 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 так. Давайте-ка нафиг отсюда. Как-нибудь подвинемся. Еще, блин, залупается на этот самый на грузовика. А тут лошадки. Короче говоря, у нас тоже ничего не поменялось. точно папа. точно папа. Обалдеть. Обалдеть. Еще снимает нас. Беги скорее. Наконец-то. Сразу папину машину надо, да? Я к папе. Ну давай, давай. Я к папе. А на синем крутился, да? Этот крутился. Вот так, друзья, заканчивается мое путешествие. Заканчивается мое путешествие. Но канал-то не заканчивается. Друзья, до скорых встреч. Увидимся. Будьте всегда здоровы. Никогда не болейте. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok